Привет друзья. Хотел собрать интересную самоделку, но пришел прибор который я давно ждал. Это новый двухдиапазонный тепловизор от компании Kaiweights. Стоит ли он своих денег и на что способен выясним сегодня. Если захотите купить используйте один из промокодов присланных для подписчиков моего канала. Ссылки и промокоды в описании под видео. А еще сегодня проведем розыгрыш инвертора из прошлого видео. Лучше прибора чем тепловизор для поиска утечек тепла в жилых помещениях нет. И многие на этом зарабатывают хорошие деньги. Я же сегодня хочу показать где и как еще можно его применять. А заодно продемонстрирую фишки о которых многие не знают. Копилку альтернативных способов применения тепловизора можете пополнить и вы. Лучшие же идеи продублирую в закрепленном комментарии. А если ролик наберет более 100 тысяч просмотров вы и ваши идеи попадут в новое видео. Ну а начнем с упаковки. Стильная коробка с глянцевым рисунком на магнитах. В большом черном конверте компактная инструкция. Русский язык есть. Картинки цветные. В этой коробочке провод Type-C и USB адаптер на 2 ампера. Кейс с ручкой. Довольно плотный и добротный. Смотрите какой вкладыш. Пластик как прорезиненный. Приятный на ощупь. Кнопки навигации интуитивно понятные. Экран по сравнению с пирометром большой. Под заглушкой скрывается зарядное гнездо Type-C. Через его можно копировать отснятые фото и видеоматериалы на внешние источники. Здесь спрятан аккумулятор. Заряда хватает на 6-8 часов. А под этой крышкой по центру находится инфракрасный тепловой датчик на 25 Гц. Выше обычная камера с разрешением 640 на 480 пикселей. Тепловизор пишет видео и делает снимки инфракрасные, обычные и комбинированные. Перед тем как приступить к испытаниям стоит показать, какая информация выводится на экран в режиме онлайн. Загрузка занимает несколько секунд. В самом низу слева направо отображается максимальная температура, которая попала в поле экрана. Минимальная. И время. По центру экрана жестко фиксированная точка. Она как прицел в автомате. Куда наведешь, там и определит температуру. Есть еще две плавающих точки. Зеленая покажет самое холодное место на экране, а красное самое горячее. Температура центральной точки дублируется и в самом верху. А правее отображается коэффициент теплового излучения, который настраивается вручную. Многие ошибочно полагают, что тепловизоры температуру измеряют. На деле же они ее рассчитывают, исходя из настройки коэффициента теплового излучения. В инструкции есть сводная таблица с основными материалами и тепловым излучением. Сейчас настроен на пластик. По настройкам пробежимся позже. А испытания начнем с мощного компрессора, который я собрал своими руками. Компрессорная голова AeroMax B2105T от Foxwold имеет двухступенчатое сжатие и хорошо продуманное охлаждение в отличие от прочих. Чтобы хорошенько нагреть голову, давление помаленьку стравливал. Наигравшись взялся за измерения. Температура электродвигателя поднялась всего до 25 градусов. Выше всего выросла температура на клапанных плитах 75 градусов. Обратный клапан нагрелся до 62. Это самое узкое место, поэтому он и нагрелся. Ресиверы почти холодные до 20 градусов. Тем, что компрессор почти не греется, я доволен. Тепловизор незаменим при ремонтных и отделочных работах. При сверлении отверстий вы точно будете знать, где в стенах идут трубы. То же самое касается и теплых полов. Четко видно, где лежат трубы. Быстро найдется и место протечки. Можно проверить, не завоздушен ли радиатор отопления. При ремонте холодильника тоже незаменим. После включения почти сразу видно, холодит ли холодильник. Покажет, где запенены трубки и есть ли участки промерзания задней стенки. Видно, как работает испаритель, конденсатор холодильника и нет ли утечек через уплотнительные резинки. С помощью тепловизора электрики определяют перегруженные линии в щитках, слабые автоматы или плохо зажатые и сильно греющиеся контакты. Можно найти скрытую проводку в стенах, если она под нагрузкой. Многие используют тепловизор при ремонте электроники. Если на плате что-то сильно греется, то неисправна либо эта радиодеталь, либо та, которая ее питает или взаимодействует. И это еще не все. С его помощью менее чем за минуту можно определить, работает ли обогрев зеркал из заднего стекла. Видно, какие нитки нуждаются в ремонте. То же самое касается и обогрева сидений. Все нити обогрева видны как на ладони. Можно проверить на исправность термостат, замерив температуру на входе и выходе. Проверить, не забита ли печка и радиатор. В зимнее время тепловизор покажет исправен ли аккумулятор. Вы знали, что аккумулятор не заряжается, пока не прогреется выше ноля. По нагреву тормозных дисков можно понять какой из суппортов подклинивает. Вы когда-нибудь пытались найти черную кошку в черной комнате? Я провел такой эксперимент. Тепловизор увидел кошку, а точнее кота. Дальше была самая настоящая мистика. В какой-то момент кот спрыгнул на пол и в то же время остался лежать на диване. Было как-то жутковато. На самом же деле не было никакой мистики. Кот спрыгнул на пол, а на диване остался его тепловой след. Смотрите, даже на мягком ковре остаются тепловые следы от лапок, которые со временем исчезают. А вот собственно и тот самый мистический кот. Человек тоже оставляет тепловой след. Так, внезапно нагрянувший начальник сразу поймет, подчиненные работали в цеху или сидели без дела пока он не вошел. Покажу одну особенность на примере печки длительного горения, собранной мной пару лет назад. Печь перешла в режим длительного горения, поэтому греет не сильно. Тепловизор показывает минимальную температуру, но что касается максимальной, выдает ошибку. Все потому, что сейчас выбран низкотемпературный режим. Чтобы включить высоко температурный, заходим в настройки, меняем режим и выходим. Температура выше 120 градусов теперь измеряется, а та что ниже 120 теперь не измеряется. Согласитесь, тепловизор визуально намного интереснее пирометра. Сильно греется только верхняя плита. Бегло пробежимся по настройкам. Перекрытие изображения. По сути это калибровка. Совмещение тепловой и аналоговой картинки на определенном расстоянии в единую картинку. Сведем по вертикали и по горизонтали. Совмещение полезно при ремонте электроники, где много мелких радиодеталей. Дальше идут фотографии, которые можно пролистать и удалить. Видео. Тут как и с фотографиями, можно просмотреть и удалить. Палитра. Выбрать можно одну из пяти. Ржаво-красная. Классическая. Черно-белая. Негативная. Я оставлю радугу. Дальше идет радиация. Кривой перевод. Это настройка коэффициента теплового излучения. Есть четыре предустановленных пресета. Более точно можно настроить вручную, опираясь на таблицу. И наконец настройки. Время отключения экрана при бездействии для экономии заряда. Дальше идет яркость. Поставим максимум. Язык. По умолчанию шел английский. Русский как видите тоже есть. Единицы измерения. С диапазоном температур мы уже знакомы. Дальше два вида формата времени. Настройка даты и времени. Точка. Можно включить и отключить плавающие по экрану точки температуры. Мне они не мешают. И последняя версия прошивки. Кнопками навигации влево и вправо меняется степень наложения теплового изображения на аналоговые. А кнопкой вверх можно скрыть нижнюю строчку с показаниями температуры. Тепловизор для переноса отснятых материалов можно подключить к компьютеру, к планшету и даже к смартфону. Но при подключении к компьютеру можно установить небольшую, но очень полезную программку. После установки откроем в этой программке любое изображение, снятое тепловизором. Справа есть кое-какие инструменты. Можем посмотреть температуру точечно. Можно отследить линейно, где была более высокая и низкая температура. Можем найти точки самой высокой и низкой температурой в заданном квадрате, либо в круге и даже в произвольной форме. Тут же можно выбрать цветовую палитру как и в тепловизоре, а с помощью ползунка усилить цветовую палитру. Эта опция будет особенно полезной на строительных объектах. Не вникая отснял необходимый материал, пришел в офис и не спеша изучил все, что нужно. Программка реально полезная. Подводя итог, могу сказать, что тепловизор своей ценовой категории получился достойный. Чем не могут похвастаться другие? Тепловой датчик защищен от пыли и грязи крышкой. Фото и видеоматериалы можно сбрасывать не только на компьютер, но и на планшеты и смартфоны. Раздельный режим измерения нормальных и высоких температур повышает точность. Плюсом можно отнести USB, зарядку батареи и понятное меню. Единственное, чего как мне кажется не хватает, это быстрого переключения между нормальным режимом измерения и высокотемпературным, чтобы не лазить в меню. Для этого можно было задействовать свободную клавишу навигации. Больше придраться не к чему. По тепловизору кажется все, будут вопросы задавайте. Нам же осталось узнать кому достанется сварочный аппарат, разыгранный в прошлом видео. Большинство в комментариях советовало оставить классику. Мне тоже по душе больше классика, поэтому разыграем ручной сварочный аппарат. Копируем ссылку на видео. Откроем рандомайзер. Жмем на кнопочку. Так, видео подтянулось. В розыгрыше участвует 252 комментария. Тут укажем, сколько будет победителей. У нас один. Добавляем. И теперь нажмем тут. Победитель похоже усатый младенец. Как его найти? Это его страница. Поищем по комментарию. Есть такой. Примите мои поздравления и свяжитесь со мной по электронной почте или через мою группу ВКонтакте. Обсудим детали пересылки. В следующем видео сделаем классную самоделку. А на этом все дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк или дизлайк и подписаться на мой канал.